Миша, если я сделал красивую прическу, одел красивую байку, когда я смотрю. Да, я вижу тебя, да, с изображением политическим, символом. Это огурчик рик. Мне нужен откровенно второй монитор, конечно, для этого дела, потому что тяжело. Я к тебе пришлю, у меня валяется под столом, может, старый. Да, да. А потом я что-то в США мониторы выбрасываю, что-то вышел на мусорку, и там мониторы выбирают, только понимаешь. Всем привет, в эфире остро-политическое шоу. Да, развлекательно, остро-политическое шоу. Альбертыч и Стефаныч и Клевещут. Вот выше меня это Стефаныч, ниже него Альбертыч. В общем-то, надеюсь, уже кое-кто нас знает и пришли на второй выпуск, потому что им понравился первый. Сразу небольшой дисклеймер. Мы обсуждаем политику постоянно, невозбранно, сколько хотим. И хотим, чтобы и вы с нами ее обсуждали. Здесь ток-шоу не про то, что вы должны быть с нами согласны или не согласны, а про то, чтобы обсуждать жизнь. Потому что политика, по-моему, влияет на нашу жизнь. Соответственно, нам бы хотелось тоже влиять на политику и как-то менять ее под себя. Я нахожусь в Солнечной Калифорнии. Бубен находится уже в неснежной, я так понимаю, Беларуси. Опять все растаяло, да? Да, дождь идет. Да, но у нас просто мы обсуждаем это праздный разговор, потому что, конечно, с Альбертычем мы понимаем, что на политику мы повлиять не можем, поскольку мы не воротили бизнеса, поэтому иллюзий нет. Поэтому клеветать мы можем сколько угодно, на любые темы. Никаких от этого посредствий не будет особых. Поэтому можем мы изгаляться, как пожелаем. Это очень, кстати, на самом деле хорошо. Вот такой способ самовыражения. И то же самое касается вас. Вы то же самое можете сделать у нас в комментариях. Мы постепенно обрастаем сервисами. Вот мы выходим на Ютубе. Уже есть на Саундклауде тоже наш звуковой отрывок, хотя мы будем постоянно все-таки упор делать на Ютубе. И я думаю, потихоньку мы там какие-нибудь группы ВКонтакте заведем и так далее. Сегодня у нас 5 января. Что-то я запутался. 5? 5. Там написано на мониторе. Можешь, Альбертыч, посмотреть. Для дураков специально пишут. 5 января. Мы записываем этот выпуск 5 января. Выйти он должен 6. И главная новость, в общем-то, прошедшей недели. Многие могли пропустить, я думаю. Но, тем не менее, это Новый год. Наступил 2020. Ощущения почему-то... Несмотря ни на что, да. Ощущения почему-то такие же, как и в 2019. В общем-то, поздравляю тебя с наступившим, между прочим. Спасибо тебе тоже. Ну, я обратил внимание, что все работать стали ощущения к концу Нового года. Несмотря на праздники. И в начале еще больше. То есть эксплуатация, так сказать, капиталистами простых людей увеличилась. Поэтому многие не заметили, как, в общем-то, закончился прошлый, начался новый. Потому что, не знаю, в Беларуси особо вот этого ощущения праздничного не было. Совершенно серые улицы, отсутствие каких-то вот таких специальных мероприятий, которые бы могли привлечь широкие массы народонаселения. Достаточно такая погода, и все на этом фоне. Плюс большое количество рабочих дней. 31 числа был рабочий день. И все это не улучшило настроение народонаселения. Вот. В общем-то, люди развлекались обычным способом. Снимали стресс. Это алкогольные напитки, хулиганство, легкий мордобой и так далее и тому подобное. Хотя большинство людей просто банально отдыхали в эти дни. Вот. Кушали, смотрели телепередачи. Ну, в США Новый год вообще особо за праздник не считается. Тут все заканчивается в основном на Рождестве. То есть, на Рождество даже больше выходных дают. Обычно даже народ может взять еще дополнительные выходные, чтобы устроить себе длинное вот это вот развлекалово. Ну, как развлекалово. Рождество – это тут семейный праздник. То есть, обычно семьями собирается, вручают подарки и так далее, и так далее. А Новый год – это пати. То есть, народ куда-то идет, типа, дождаться нуля часов, бухнуть и, в общем-то, лечь спать. Тут нету ни петард. Ну, тут вообще, вот в Калифорнии, например, петарды запрещены. Петард, слава богу, это правильный очень ход, потому что, конечно, для многих людей, которые в нетрезвом состоянии рядом с детьми используют эту взрывотехнику, заканчивать это плохо. Поскольку есть у меня хорошие друзья, которые работают на скорой помощи в Белоруссии врачами, работают медработниками, это совершенная беда. Люди в нетрезвом состоянии с травмами доставляются в больницу скорой помощи, ведут себя отвратительно. При этом они могут искалечить не только себя, это дело личное, а, собственно, и других людей. Поэтому, по моему субъективному мнению, это очень дело плохое. Если бы это люди делали в специально отведенных местах, это была сертифицированная пиротехника, можно было бы это понять. Здесь совершенно другая история – это социально опасное поведение. Вот человек, если не там справил нужду, его сразу милиционеры арестовывают и дают ему штраф за административные нарушения. Вот по моему субъективному мнению, справить нужду – это намного более безопасно, нежели взорвать взрыв пакет или петарду. Полностью согласен. Ну, это отдельный разговор. Теперь, да, к мелким хулиганам перейдем, а именно к Зеленскому, да, который обращался до Украины к народу. Да, прежде чем переходить к Зеленскому, немножко технических моментов. Во втором выпуске еще раз прошу прощения за звук Стефаныча, но он уже заказал себе все новое, и в следующем, я думаю, мы неплохо все поработаем. Увидите в преображенном виде, да, новый костюм зайчика, медведя. Во-вторых, я сейчас пустил на фоне музыку, прошлый выпуск был без музыки фоновой, этот с музыкой. Напишите в комментариях, как вам лучше, потому что вполне, например, можете слушать наш подкаст и включать свою музыку, может быть, вам так лучше, то есть, опять же, зависит от вашего отклика. Я бы использовал только классическую музыку, да. Да, и в-третьих, мы попробуем в среду вечером выйти в прямой эфир и обсудить 2019 год полностью. Приходите на наш прямой эфир, мы будем еще и с вами в чате, но это будет, опять же, проба пера, потому что, может быть, технически у нас прямой эфир может получиться так. Тем не менее, зовем вас в гости и переходим, в общем-то, к первой главной новости Нового года. Мало того, что Новый год, так еще и народ стал сравнивать новогодние поздравления президентов. И все пишут, какое офигительное поздравление украинского президента Зеленского. Оно, кстати, на 16 минут такое было. Я его тоже посмотрел 1 января. И я хочу сказать, что, ну, вообще Зеленский, он шоумен так-то, и было бы странно не сделать... Он актер, он актер, и он сделал шоу. Да. Это было не самым худшим шоу, я еще его даже специально просмотрел. То есть здесь сравнивать нужно следующее. Это шоу или это обращение президента. Вот как шоу, оно среднее. Оно неплохое, нехорошее, но нормальное. Как обращение официального лица, оно никакое. Да, и вот мне интересна личность человека, который сравнивал... Это господин Федута, да, когда ты мне вышел ссылку. Вот этот человек, политолог, как там, специалист по вопросам Украины. Нужно, во-первых, понимать, что этот человек в его карьере был следующий момент. Он входил в команду Александра Григорьевича Лукашенко, тех людей, которые привело его к власти. И в то время, как я, допустим, как честный студент-оппозиционер участвовал в рамках тогдашней политической жизни в протестах, вот в это время самое, Федута, в общем-то, находился в администрации Александра Григорьевича Лукашенко. А до Лукашенко он был главой комсомола Беларуси, чтобы вы понимали еще. Возможно, возможно. Поэтому вот критика вообще этого человека, ну, мягко говоря, есть вещи аморальные. На мой взгляд. Но для людей публичных нет в современном мире понятия морально и аморально. И поэтому, ну, я понимаю, человеку надо с чего-то жить, с чего-то питаться. Он даже участвовал в каких-то там митингах, его даже арестовали, потом, естественно, выпустил. Но он вообще написал очень хорошую книжку. Он такого интереса не представляет. Он очень хорошо книжку про Лукашенко написал. Да, он книжки писал, он может рисовать мультики, там, не знаю, мультфильмы, лепить из пластилина. Уже ничего не изменишь. Он сделал в свое время свой выбор и помог привести определенного политика к власти. Да, с этим все понятно. Слушай, а почему мы обсуждаем Федуту, а не Зеленского? А потому что он как бы высказался. Да, в самом деле он вообще начал это сравнивать. По поводу Зеленского. Зеленский талантливый актер, которому иногда удаются 40-вые номера. Вот. На этом как бы все понятно, ясно. Как изменилась жизнь украинцев? Это никак, конечно же. Поэтому от, в общем-то, бокальных номеров надо переходить к делу. Да, стоит ли вообще вот такие обращения президента на Новый год делать? Я считаю, что нет. Мне кажется, как вы говорите, там эти пляшивые старые Путин с Лукашенком как по бумажке заново. Ну, давайте не будем, типа, на личности Путина и Лукашенко, но, по-моему, президент должен за две минуты сказать, ребята, был такой-то год, нас ждет еще такой-то год, давайте вздрогнем и выпьем. И как бы это подводка к Новому году. Еще, кстати, интересная штука, о чем я почитал, оказывается в Украине вот это обращение президента не по всем каналам транслируется. На других каналах было внезапное обращение Порошенко к нации. А знаешь почему? Потому что в прошлом году, когда Порошенко был президентом, он обращался к нации, а на других каналах Зеленский обращался к нации, еще будучи в статусе кандидата в президенты, еще даже, по-моему, регистрация не прошла. То есть Зеленский говорит в своем обращении об объединении нации, а сам до этого еще и занимался ее разделением, собственно. Если ты уважаешь институты власти какие-то, а их надо уважать, как бы ты не обращался, как бы ты не относился к президенту, к Путину, Лукашенко и прочее. Если ты их не уважаешь, то потом и тебя не будут уважать. И ты разделяешь страну, наоборот, таким образом. Ну зачем это делать? И вот в Украине тут... Ну я понял, кстати, я подумал, да. Я подумал, какое было лучшее, которое я видел обращение вообще президента к людям. И я вспомнил покойного Ельцина, его обращение перед уходом, где он попросил прощения за то, что он сделал, за то, что он был неправ, за то, что кого-то он обидел. И он сказал, что он уходит. Вот это было самое лучшее обращение, потому что вообще публичный политик постсоветский первый раз попросил прощения. Вот здесь очень важно, чтобы просто поздравление занимало 10 секунд, заключалось в том, что человек просит прощения, поздравляет, в лучшем случае говорит о том, что по возможности будет честен, справедлив, и все на этом заканчивает. Потому что дело не в шоу, красоте этого шоу, видеоклипе или еще в чем-то, а в том, как живут люди и как они себя чувствуют в стране, в государстве. Это самое важное, на мой взгляд. И главное, искренность, а не проявление своих, собственно, актерских талантов. Ну, мы не знаем, насколько искренен Зеленский, конечно, и нам сложно какие-то итоги, относительно итоги его правления подводить, потому что мы не живем в Украине и не были там. Выглядит проговорище, а то подведешь итоги правления, и это закончится. Да, да. Его правление, собственно, как ты наклевещешь, короче. Но, судя по этому выступлению, в общем, для нас оно как-то немножко странно выглядело. Может, мы какие-то старые с тобой, не знаю. Но это новая форма, все превращается в шоу-бизнес. Музыки нет в чистом виде клипов, но нет и политики. Это будет нечто среднее. Политики будут появляться, петь, танцевать и так далее. Раздавать карманные аквариумы. Тогда по поводу шоу-бизнеса еще один шоумен есть у власти. Это президент США. И следующая, вот, мировая новость, пожалуй, недели. Авиаудар США по международному аэропорту Багдада 3 января. Причем он был проведен по конкретной приказу Дональда Трампа. Причем он не обсуждался ни с Конгрессом, ни с Палатой представителей. Потому что они на рождественских каникулах. И был произведен для убийства, по мнению многих, второго человека в Иране, генерала Косема Сулеймани. Вот на фотографии он слева для вас. Причем Иран сказал, что он отомстит. А США сказали, что этот удар был проведен не для разжигания войны, а наоборот для ее предотвращения. Вот как ты думаешь? Мы хотели поздравить с Новым Годом, ошиблись. И вот в ракете, наверное, цветы были, понимаешь, елки, митиваусы. Но случайно она разорвалась совершенно. В аэропорту, где находились совершенно мирные жители. Насколько я понимаю, Сулеймани там находился, собственно, на основе законной. По приглашению шиитов и представителей парламента. Ну, собственно, он имел право там находиться. Поэтому, если представить, что, не знаю, какой-нибудь человек, которого без суда и следствия обвинили в террарии измеров, будет садиться в самолет в Юрском аэропорту международном. Вдруг, не знаю, представляете, там, не знаю. Я лучше параллель проведу. Представьте, проходили минские переговоры по поводу Донбасса. Представьте, приехали Путин и Порошенко в Минск это обсуждать. И тут украинцы ракетой бахнули по Путину и убили его. Вот примерно вот такая ситуация и здесь. Ну, очень радикально, да. Но у нас бы, конечно, не допустим. Ну, конечно, естественно. Да, но вообще похоже. Кстати, несколько минут назад я посмотрел новости. Иракский парламент проголосовал большинством за то, чтобы объявить войска, коалиции, их нахождение на территории Ирака незаконным. То есть, все американские войска и других стран, которые находятся, весь этот контингент, короче, незаконно находятся. То есть, по сути, они объявили, что это оккупация. Ну, это было и так понятно, что это оккупация, да. Да, но они объявили, они проголосовали. Вот как бы ситуация в плане международного права, на которой, конечно, всем наплевать, она вот изменилась. Вот буквально несколько минут назад. В Тулеймане тело было уже перевезено в Иране, будут его похороны и так далее и тому подобное. Тут, на самом деле, история не только отношений вообще США и Ирана, тут еще более сложная история. Потому что тут есть интересы, конечно, Израиля. Потому что Израилю совершенно не интересно усиление Ирана, который однозначно выступает против этого государства. Тут есть интересы очень спорные, противоречия между шиитами, суннитами, ваххабитами и так далее. То есть не все спокойно среди мусульман. Потому что совершенно понятно, суннитско-ваххабистские эмираты, Саудовская Аравия, которые обладают невероятно большими средствами, и при этом сейчас конфликтуют с Ираном, они жутко недовольны тем, что, в общем-то, Иран постоянно усиливает свои позиции в Сирии, Ираке и так далее. И здесь будут все делать возможные суннитские лидеры для того, чтобы с помощью, в том числе и Соединенных Штатов Америки, ослабить позиции Ирана. Тут очень много интересов переплетено. Да, и это показатель, собственно, того, что Трамп не очень хороший политик, в том плане, что он решает эту проблему очень радикальным способом. Ну, то есть, блин, не эту проблему, точнее, он вот, как бы, Гордиев узел, а давайте мы убьем одного из лидеров Ирана. То есть, просто вот кинем бомбу, причем еще и на территории другой страны, не согласовывая ни с кем абсолютно, даже внутри своей страны ни с кем не согласовывая. То есть, он отдал приказ. Ну, это шоу-бизнес, вот мы говорили, это шоу-бизнес, это шоу для Америки, во-первых, в первую очередь. Потому что, как в США, он сказал, что есть плохой парень. Вот большинство, вот до этого вообще знали этого человека, вот мы показываем фотографии, никто вообще не знал существования этого генерала. Большинство, большинству людей в мире вообще было безразлично, кто. Но, Трамп сказал, был очень плохой парень, которого мы наказали, мы его убили. И я дал приказ, поэтому я крутой ковбой, да, с запада, который пришел там и всех наказал, да, набил всем задницу. Вот именно, что здесь, как ты правильно говоришь, его никто не знал. Тут не хватает пиара, так сказать. Если Бен Ладен был раскручен фигурой и его убийство принесло политические очки, то здесь, ну, то есть здесь в Америке тоже все задают вопрос, кто это, блин, нахера ты это сделал? Ну, не все, я не буду говорить, конечно, все, но вопрос серьезный, потому что это может привести действительно к большой войне. Одно дело посылать куда-то контингент, воевать с плохим парнем, с Адамом Хусейном, совершенно другое. Иран, Иран уже несколько раз утирал нос Америке. Это исполнить саму исламскую революцию и, собственно, например, президент Джимми Картер на второй срок не избрался, потому что провалил вот эти, когда захватили в Тегеране американское посольство, и он, собственно, провалил переговоры и так далее, и так далее, и Рейган пришел к власти. Но история, смотри, повторяется, американское посольство, в общем-то, сожгли в Багдаде. Да, то есть сначала, почему, да, да, было нападение на американское посольство в Багдаде, вот сейчас уже, вот перед убийством Сулеймани и типа, некоторые считают, что это убийство как раз как бы месть за нападение на американское посольство в Багдаде. Ну, да, но это, знаешь, напоминает старый анекдот про Василия Ивановича и Петьку, когда Василий Иванович сказал, слушай, Петька, я вот научился каратэ, а Петька говорит, а что это такое? Он говорит, смотри, я зайду в комнату, ты меня резко ломом ударишь, вот, и я твой удар, собственно, отражу. Вот, зашел, в общем-то, Петька в комнату, ой, и Василий Иванович Петька его ломом ударил, Василий Иванович через месяц просыпается в больнице, скрещивает вот так руки, говорит, кия, понимаешь? Вот эта вот реакция с убийством Сулеймани, в общем, напоминает вот этот каратэ прием от Василия Ивановича, знаешь? В общем-то, он среагировал, но уже было поздно, вот посольства уже нету. Кстати, отправили фактически тысячи спецназовцев американских позавчера в Ирак, и еще будут направлять, наверное, 3000. При том, что их уже направляют, обрати внимание, исходя из сегодняшнего постановления парламента иракского, туда незаконно. Да, вот, типа, давайте отправим, не знаю, в Голландию, или, не знаю, там, в Голландии адавдат обходит, это как-то понятно, не знаю, в какую-нибудь страну вот просто направят туда солдат, при том, что все это, вот непонятно, где ООН, где вот международное право, о котором так много любят рассуждать, многие политики западные, для меня это остается загадкой. Ну, в том-то и дело, что Трамп с самого начала своего правления сказал, что он кладет и на международное право, и на НАТО, и на ООН, типа, эти все организации, мы их спонсируем, а они Америке ничего не дают. Так что в этом плане он действует в ключе своего, в своей политике. Ну, давай к следующей перейдем, новость, которая больше воюет, заговариваюсь. Волнует белорусов, не знаю, правда, как там оно в Беларуси волнует. В общем, Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ. Правда, она немножко уже устарела, потому что вот я проснулся, прочитал, начали обратно заповставлять, но тут скорее обсудить. Гуцарьев это друг Александра Григорьевича, и они уже решили вопрос, и нефть уже пошла. То есть все решается тут еще и на личном уровне. Вот у тебя, если бы была нефть, ты бы ее в США, там, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе прислал. Да, в ладошках, ну, приносил. Из-за хорошего ковре отношения. Вот, не присылаешься. Ну, почему вообще, то есть, тебе не кажется, что это опять давит на Александра Григорьевича в плане объединения? Это такое, и с одной стороны, и объединение, и с другой стороны, это, конечно, вопросы финансовые. Иначе бы, конечно, Гуцарьев, он не президент России. Он фигура тоже зависимая, да, потому что, если бы ему серьезно, ребята сказали в Москве, слушай, никакой нефти никому, ее бы не было. Тут какие-то бизнес-расклады, тут с одной стороны и политика, и бизнес. Тут вопросы нужно рассматривать как бы с обеих сторон, и я не вижу тут принципиальных проблем, потому что вообще Беларуси предлагает с точки зрения бизнеса очень невыгодную сделку, как сказал бы товарищ Трамп, вот, вы там предлагаете плохую сделку. Вот Беларуси предложили плохую сделку, но они пытаются сделать из нее хорошую, то есть, хорошую виду при плохой игре. Ну, и чтобы вы понимали, почему мы это обсуждаем, потому что основные заработки Беларуси, в общем-то, идут как раз от переработки российской нефти. Не только, не только, это одна из статей, но важная тоже. Одна из статей, но самая большая. Влад, Стефаныч, ты можешь проверить, что больше всего денег, не, конечно, не в общем, типа, вот нефть, и это больше, чем все остальное вместе взятое, но если брать по отраслям, то нефтепереработка приносит больше всего денег в белорусскую казну, поэтому... Ты интересовался, да, специалист? Да, да, конечно. Ну, молодец. То есть, это самое важное для... То есть, Беларусь опять сел на муртяную игру. Будешь в городе, купишь булочку себе, да, какой-нибудь Лос-Анджелесскую, с начинкой, да. Там, тем более, узаконили, можешь купить себе с каннабисом булочку. И съешь, и веселее почувствуешь. Ну, кстати... Сделал. Новый год наступил. Так, мне надо как-то эту картинку с этим генералом уже поменять, я думаю. Новый год наступил. Мы на нее будем смотреть свечи, да? И в США были введены новые законы. И тут интересно то, что здесь федеральных законов, которые прямо на всю страну действуют, довольно немного. Это, в общем-то, можно сказать, что это конституция США, и все. А каждый штат себе придумывает что-то новенькое. И вот можно обсудить... Да-да, там есть интересные законы. Да, то есть у меня есть отдельно... Причем каждый штат еще по-разному информирует население. У меня вот есть отдельно сайт по Калифорнии, где новые законы какие-то описаны. Но здесь просто вот обсудить, какие прикольные законы вступили в разных штатах. Так, например, в Вермонте вам надо обязательно компостировать пищевые отходы. Компостировать, это имеется в виду сваливать в компостную кучу, чтобы вы понимали. То есть вы не можете пищевые отходы теперь просто выбросить в мусорку и чтобы их забрали. В Вермонте, в Вермонте, напоминаю, в Вермонте. То есть все остатки пищи, кожура овощей, фруктов, яичная скорлупа, кофейная гуща, семена. Вы должны либо использовать бытовые емкости для изготовления компоста, либо купить варочный котел Green Con, какой-то, извините, если это реклама, для переработки пищевых отходов, которые потом могут скормить свиньям или других животных. А что еще купить свинью или корову, скармливая с ними, они будут давать готовый компост, то есть в виде кала. Либо есть вообще безотходно, есть просто все, что купил с огрызками, с косточками, и потом автоматически у тебя желудок будет все перерабатывать в компост. То есть, обрати внимание, это безотходное производство. Только, видишь, тем более это органика, неорганику выбрасывать еще можно, а в общем-то есть безотходно. Поэтому автоматически люди будут сами производить компост, либо домашних животных завести. Только надо проверить, где можно заводить домашних животных, еще что-нибудь там по законам. Да. В штате Вашингтон отменяется дата истечения подарочных карт. То есть, если вы пользуетесь когда-нибудь подарочными картами, вы можете обратить, что на них всегда стоит, надо использовать до такого-то числа. Вот в штате Вашингтон теперь никакого срока действия нет. То есть, если вам подарили подарочную карту, через 20 лет вы можете пойти, если компания еще, а может, если она уже не работает, то заставят каких-нибудь потомков владельца этой компании еще выплачивать что-нибудь. Все, теперь без всяких ограничений. В Иллинойсе требуются специальные места для смены подгузников в туалетах. Но вот опять типичное отличие штатов, потому что в Калифорнии это давным-давно такой закон действует. И даже в туалетах... Ну, в Кандинавии то же самое в Европе есть менять для детей столики, да, там подгузники. В Беларуси в детских поликлиниках есть, допустим, столики. Ну, вот в Иллинойсе только сейчас этот закон ввели, он будет с 1 января 2020 года, наконец-то вы можете пойти в туалет и поменять ребенку подгузник. Слава богу, если кто-то... А в мужских будут туалеты? Во всех, во всех, во всех. Во всех туалетах это обязаны, да. Потому что, ну, кстати, для примера, в Калифорнии очень редко можно встретить разделение на мужской и женский туалет. Здесь тоже есть закон с какого-то года, что... В общем-то, я понял, доска и много дырок. И, в общем-то, это, знаете, как советский вариант. Кошмар, в Калифорнии никто не убирает туалеты. Да, да, вот именно так. Почему, Леша, почему я, в общем-то, боюсь ехать в Калифорнию? Потому что я толстый, большой, сяду, доска проломится вообще. Вот, а делаю форму содержания, понимаешь? Я не хочу туда ехать, потому что общий туалет, и там творятся просто невероятные вещи. Там, помнишь, там в Калифорнии арестовали Джорджа Майкла в туалете? Там мужчины пристают к мужчинам, короче, женщины к женщинам. Вот, вместо того, чтобы в туалете заниматься обычными вещами, там, малая, большая потребность справлять, люди, там, занимаются всякими безобразиями. Вот. В Нью-Джерси. Да, кстати, мирсту, да. В Нью-Джерси объявили. Помню, сюда, парк Южный парк, про туалеты, когда там, вот, рассуждает главный герой Южного парка, мультификационного фильма, про то, собственно, про туалеты, когда он требует, чтобы сделали для какого-то там вообще четвертого пола туалета отдельный. А все потому, что ему вообще комфортно сидеть и одному спокойно какать, если ты не мешал, да. То есть человек придумывает какие-то вещи, да, вообще причина очень простая. Ну, не нравится, что он кто-то ходит, может стучать, дергать за ручку, хочется сидеть спокойно, и вообще плевать на всех. Вот. То есть хочется спокойствия, понимаешь, хочется одиночества, автономизма невероятного. Ну, в этом плане, вот, возвращаясь к моей байке, Огурчик Рик, недавно была серия Рика и Морти, мультсериала, поэтому. И там, где Рик себе создал на отдельной планете отдельный туалет вообще, чтобы только он мог им пользоваться. И на этом фоне происходит действие серии, потому что он обнаружил, что какой-то кто-то пользуется его туалетом тоже. То есть это важная проблема современного общества, чтобы только ты мог воспользоваться. И никто другой. Да, давай перейдем от туалетов. Я последнюю еще новость только, последний закон. В Нью-Джерси объявили вне закона справки о зарплате. То есть вас не может кто-либо требовать от вас рассказать, сколько вы зарабатываете. То есть это важно, по-моему, ну, в Америке это важно, потому что там спрашивают это и при ренте жилья, и при взятии кредитов и так далее, и так далее. Здесь вообще довольно серьезно относятся к тому, чтобы вашу информацию раскрывать. В Калифорнии, например, работодатель не может не спрашивать ни о вашей расе, ни о вашем поле, ни о вашем возрасте, ни о сколько у вас детей. То есть все должно идти только на профессиональной основе. То есть интересуются только вашими профессиональными навыками. Все остальное... Ну, да, ну, раз и пол все-таки многие раз и пол могут догадываться. Ну, нет, по внешним, но молчать. Знаешь, могут догадаться, какой у тебя пол, какая раса, но главное ничего... Не уточнять, главное не уточнять. Да, но я вас узнал, да, я вас узнал. Самое главное, это интересно, наверное, белорусским женщинам, потому что... Как в Беларуси работодатели? У тебя нету детей, ага, значит, ты скоро уйдешь, можешь уйти в декретный отпуск, ну, нафиг мне такое надо. В Америке просто на самом деле нету декретного отпуска, по-хорошему, в США, то есть там... Да, да куда уходить, уходи сюда куда. Да, так что всем пофигу, есть у тебя дети, нету детей. Ну, там как, он есть, но это не, сколько, не полтора года или два, сколько у нас в Беларуси. Там, может, полтора месяца максимум, наверное. Причем, декретный отпуск могут брать и мужья тоже, то есть это абсолютное равенство. Ну, это капитализм, не человеческая эксплуатация, вот, людей это понятно. Да, не человеческая эксплуатация, при том, что тут семья из трех детей в порядке вещей, на самом деле. То есть тут у людей довольно большие семьи у всех, два-три ребенка, это нормально. Я говорю не про каких-то там, знаете, индусов и латиносов, а про белых, у которых вот действительно много детей. Ладно, следующая новость. Киев и Донбасс провели обмен пленными... Не Киев и Донбасс, давай сразу правильно, давай грамотно. Значит, я читаю заголовок новости, что тут не так, да? А, я понимаю, да-да-да, но, во-первых, очень много уже совершенно неправильных интерпретаций и событий, да? Вот ты правильно начал, извини, пожалуйста. Киев и Донбасс провели обмен, значит, удерживаемыми людьми и военнопленными. Значит, был договор нормандской четверки в Париже, где, кстати, Донбасса власти не присутствовали, где, как известно, присутствовали следующие товарищи Меркель, Макрон, присутствовал Путин и Зеленский. Вот эти люди договорились о том, что будет этот обмен. Обмен произошел. Очень важно, что те люди, которые находились и страдали в тюрьмах, они освобождены, они получили свободу. Многие из этих людей нуждались в медицинской помощи, они болели или находились в тяжелом состоянии. Они очень давно не видели родных с обеих сторон. Поэтому я невероятным образом одобряю вот эту всю акцию. Потому что... Ну, тут плюс Зеленскому. Один из немногих. Он обещал, что будет стараться освобождать, но это прописано в минских договоренностях было. То есть это не заслуга Зеленского. Постоянно идут переговоры, постоянно приезжает Кучма, Грызлов. Постоянно, на самом деле это не озвучивается, но постоянно идет решение бытовых проблем на Донбассе. Это вопросы, связанные с подачей водой, ремонт моста, переход людей через линию соприкосновения мирных. Масса вопросов постоянно решает. И важнейшим вопросом это обмен заключенными, да, и удерживаемыми, извините. И здесь очень важно увидеть вообще, кто повлиял на все эти события на обмен. Это нормандская четверка. По сути, Путин договорился с Зеленским при последствии Германии и Франции. Потому что в Москве чем дальше, тем больше нужно заканчивать всю эту историю вообще с ДНР, ЛНР и так далее. Потому что это очень плохо сказывается в бизнесе русских. Это и Северный поток, безусловно, это различные санкции, и все это надо заканчивать, всю эту историю, безусловно. И здесь, конечно, Путин пошел навстречу Западу, и ему надо было очень важно, русским было это продемонстрировать. Ребята из Москвы, именно Сурков позвонил, и ребята, быстренько, так сказать, все эти вопросы решили. ЛНР, Аптедемия. Следующая новость местная, ну как, белорусская. Локальная. Локальная новость из Беларуси. У нас есть тоже ребята, которые любят в теракты. Слава богу, не особо у них это получается. 18-летний Глеб Тихончук был задержан в Витебской области. Он пытался напасть на Верхнедвинское отделение милиции белорусской. Бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД. С ножом нападал на милиционера. И, в общем, вот он был задержан. Куда-то он даже смог убежать, видимо. Я так понимаю, его разыскивали, и только потом был задержан. У него в телеграм-канале опубликован многостраничный пост, в котором он объясняет свои мотивы. Судя по его манифесту, он является радикальным последователем меритократии, ноократии, трансгуманизма, социал-дарвинизма, секуляризма внезапно. И еще вдохновляется рядом течением концепции его собственной интерпретации. 18 лет ему, еще раз уточню. Ну, как мне кажется, в современном обществе такие нападения будут все больше и больше происходить, потому что идет дробление информационной сферы, давай это так назовем. И если раньше мы с Владом, например, хотя мы из разных поколений, у нас разница 10 лет, но тем не менее, что он, что я росли в одной информационной оболочке. И все, что нам сообщалось, в принципе, мы не могли ее для себя как-то выбирать, что ли. То есть мы, конечно, вот нам там нравилась электронная музыка, мы старались больше о ней узнать. Но вот общая вот эта информация, общее, что происходит в мире, оно шло... Я не скажу, из одного источника оно было более-менее одинаково. Сейчас молодые люди большее время проводят в интернете, нету какого-то, ты не можешь зайти на один сайт, он для всех одинаковый, и там узнать одно и то же. Даже ваши ленты в Фейсбуке, в всех социальных сетях, они разные. И из-за этого, как мне кажется, сейчас у людей просто сегментировано представление о мире, что ли, как-то так. И это приводит к тому, что вот этот, например, мы не знаем, конечно, его мотивы, но он себе представляет, что вот это хорошо, не пересекаясь абсолютно с другими людьми, не мог я, как это по-русски, сложить единую такую, какую-то общую картину мира, и не понимая, что есть люди, которые не просто им не нравятся его взгляды, но они вообще абсолютно противоположно ему могут думать о мире, и это тоже хорошо. То есть вот такая какая-то абсолютная оторванность людей друг от друга. Да, Леша, я вот хочу сказать, что этот человек, во-первых, вот рядом твоё изображение его, ну, во-первых, вы очень держите похожи, у вас очень похожая биография. Вот. Он учился до программиста, он был невероятным нон-конформистом, был отчислен за непосещение, при этом прекрасно разбирался во многих вещах. Ну, это, в общем-то, просто, видишь, как ты правильно сказал, два поколения, вот. Вы вообще очень похожи, да, с этим молодым человеком, только не в плане действий. Если у тебя ушло это в позитивное какое-то творческое русло... А, кстати, он учился в музыкальной школе ещё, и он играл на музыкальных инструментах, да, то есть у него есть ещё профессиональные знания о музыке. Мне сразу вспоминается Жванецкий, что это... Как у него школа, консерватория, тюрьма? Школа, консерватория, тюрьма. Так может, что-то в консерватории поменять? Да, он в консерватории не учился, учился в музыкальной школе. У него проблема, у него с семьи ушёл отец, да, и он, его воспитывала мать, и сложные отношения в семье. Мне очень не понравилось, как освещали многие следствия массовой информации белорусские. Не говорили, он игрался с телефоном, он, в общем-то, увлекался Counter-Strike, да, Ну, как всегда, виноваты игры, конечно. Да, да, то есть виноваты, не... А вообще кто-то спросил, когда с ним в последний раз общались, когда с ним говорили взрослые, вообще обсуждал ли он с кем-то проблемы в семье, которые у него есть. Виноват телефон, виноват Counter-Strike, да, виноваты игры. Конечно, виноваты вот эти очкастые пацаны, которые рассказывают об играх, проповедуют их, ну, типа тебя, да, которые ведут эти блоги. В общем-то, практически я ему и вручил бутылку с зажигательной смесью, послал посылкой. Да, ну, в таком, да, в переростном значении. То есть вместо того, чтобы посмотреть, какая система образования, в которой молодой человек не может реализовать свои креативные возможности, что многие дети живут в очень тяжелом психологическом состоянии, с ними никто не работает, не обращает внимания, ставят во главу угла компьютеры, компьютеры... Это как в советское время, когда писали, молодой человек совершил преступление, он слушал подрывные страшные песни групп LCDC и Металлика. LCDC и Металлика слушают миллионы, сотни миллионов людей слышали. И большинство из них совершенно нормальные люди, да, они никого не убивают. Здесь та же история. Миллионы, сотни миллионов. Ты знаешь лучше, сколько людей играет этот Counter-Strike, сколько людей, в общем-то, используют гаджеты, но они не бросаются и не совершают терактов, не бросаются на других людей. И вот эта вот проблема, да, решать не личные проблемы каждого, не изменять систему образования, не делать ее более комфортной для молодых людей, даже если они не вкладываются в обычную систему взгляда взрослых людей, не пытаться к ним прислушаться, вести с ними диалог, а все свести только к компьютерным играм, это обычный советский подход. Мы это уже проходили, вред джаза, вред панк-рока, хэви-метал, чего угодно. Ну, я тебе скажу, что это не... Кроме работы реальности. Это не только в бывшем Советском Союзе, это такая расхожая тема и в странах Запада, и в США, в которых частенько происходят всякие события в школах, когда, ну, так как свободная покупка оружия, школьники где-то добывают себе дробовик, идут в школу и, конечно же, в первую очередь начинают обвинять компьютерные игры во всех этих событиях. Я не буду говорить, что я не считаю, что компьютерные игры не влияют никак, потому что это такой же вид искусства, как и книги, как и фильмы. Ну, я не могу сказать, что на меня книги никак не повлияли, на меня никак не повлияли фильмы, точно так же на меня и влияют компьютерные игры, конечно. Но ни одна... Я не знаю ни одной компьютерной игры, которая говорит... Вот у неё такой посыл. Ты решаешь все свои проблемы, когда ты идёшь убивать людей. Или решаешь проблемы мира, когда ты убиваешь людей. Ну, нету таких просто... Вот это только может сумасшедший создать. А для создания компьютерной игры требуется намного больше усилий, чем написать книгу. Вон был сумасшедший, который Майнкампф написал. Она до сих пор влияет на людей. И её запретили, действительно, на многих странах, но люди её читают. Давайте с этим разбираться. Да, есть, которые покупают даже. Да, мы интеллекты. Так что... Ну, такая сложная тема, но я просто боюсь, что такие нападения во многих странах будут всё больше и больше происходить. Ну, я буду надеяться, здесь важно, чтобы взрослые люди, братья, сёстры, мамы, папы общались с детьми, интересовались, чем они живут. Просто пытались с ними разговаривать хотя бы. Это уже будет плюсом и возможность, возможно, шансом, но чтобы не совершались подобные вещи больше. Давайте перейдём к следующему, наверное. Так, следующие новости. Не знаю, почему-то для меня она одна из самых, ну, положительных, что ли, потому что она вообще действительно никак на нашу жизнь не влияет, вот в том самом виде, которые просто, вот знаете, как их нравы, что ли. В общем, Нидерланды официально больше не будут называться Голландией. Нидерланды официально отказались от названия Голландия. С начала 2020 года в рамках ребрендинга страна отказалась от использования слова Голландия в качестве названия страны. И теперь вы обязаны как угодно только Нидерланды. Если вы хотели ну, кстати, почему она, в общем-то, Голландией называлась, потому что это, ну, Нидерланды разбиты на области, как вот у нас есть там Витебская область, Гомельская область, в России губернии, по-моему, да, или тоже область, я уже не помню. Так и в Голландии есть Зеландия, например, есть, вот есть Новая Зеландия, а просто Зеландия это область в Голландии. В Нидерландах, боже, сейчас меня найдут голландские шпионы и заставят штраф платить. Да, и у них тоже, да. Так вот, Голландия это самая развитая область была в Нидерландах, ну, она и есть, наверное, сейчас, в которой находятся Роттердам, Амстердам, Гаага, да, Гаага тоже в Голландии. И как-то вот было принято, что, начиная с 19 века, все как-то Нидерланды по самой развитой области называли Голландией. Вообще, Нидерланды, если в переводе, то это просто Нижние земли. Тоже немножко странное название. И с течением времени видимо, надоело Нидерландам, что постоянно вот эти путаница происходят, и теперь официально только Нидерланды. Вот как, Стефаныч, ты будешь скучать по Голландии или тебе Нидерланды норм? Знаешь, я в свое время, у меня было целое турне с одним из моих проектов и моим сольным выступлением. Я объехал всю Голландию, там, по-моему, 5-6 выступлений было в разных городах. Это одна из самых чудесных стран, которые произвели на меня самое большое впечатление. Это невероятно талантливые трудолюбивые люди. Это, наверное, одно из тех государств, где человек действительно может обвести самость и попытаться реализовать свои возможности. Почему Нижняя Земля, там очень высоко море, ты знаешь, все как бы находится ниже уровня моря. Это невероятно рациональное ведение сельского хозяйства, экономики. Это умение зарабатывать своим интеллектом. Я вообще скучаю по Голландии, я обязательно туда еще вернусь, и не только как электронный исполнитель, музыкант. Я просто хочу еще раз пообщаться с теми прекрасными людьми, которые там проживают. Я понимаю, кстати, почему на Петра Первого, допустим, произвело впечатление Голландия, и он пытался постоянно в Петербурге везде воссоздать эту атмосферу этого государства. Это невероятная интересная страна, где творчески активный человек себя чувствует достаточно комфортно, где многие люди работают не потому, что их заставляют или им надо работать, а потому, что они получают от работы удовольствие. Название мне не важно, главное, что эта страна осталась, что существует голландская нация. Кстати, язык там достаточно молодой, достаточно недавно появились там правила написания, и они очень иронизируют и шутят, что иногда сравнивают с немецким языком голландский. Это люди, которые в основном к многим вещам очень здорово и правильно рационально подходят. Поэтому, как бы это ни называлось, я люблю эту страну. Я еще приведу пару примеров смены названий стран, то есть это Нидерланды не первые, так, например, Персия в свое время стала требовать, чтобы ее называли Иран, Верхняя Вольта в свое время стала требовать, чтобы ее называли Буркина-Фасо. Кстати, Буркина-Фасо, интересно, что Буркина-Фасо это собрание и название из двух языков племен, которые живут в этой африканской стране, то есть Буркина это с одного языка перевод, Фасо с другого и переводится как страна достойных людей. Хорошее название, кстати, придумали. Жить это лучше, конечно, не помогло, чтобы стали люди жить лучше, но зато страна достойных людей. Кот Дюар в свое время назывался Берег Слоновой Кости у нас в нашем языке и в каждом языке он просто переводился Берег Слоновой Кости в итоге власти потребовали чтобы страны от всего мирового сообщества просто на французском языке Кот Дюар то есть Берег Слоновой Кости так и переводится и он так и звучит на всех языках. Так что Нидерланды не первые, я думаю не последние, когда-нибудь Беларусь начнет от всех требовать чтобы она была Беларусь везде а не Белорашин наверное может вообще какой-нибудь уже требуют и постепенно уже процесс идет не быстро но медленно но верно присутствует это уже может вообще будет какая-нибудь Великая Республика Литовская какая-нибудь знаете по аналогии нет Беларусь мы не будем возвращаться к старым историческим мы не будем а другие поколения может у них что-нибудь там начнется не ну ты знаешь как зам Зеленского предложил вообще называть Россию да я не буду как бы это название еще раз озвучивать ну а дубала приятная поэтому перейдем к следующей новости это опять наш любимый любимый во многом ну давай озвучь какая-то новость пока я картинку поменяю да это опять Дональд Трамп Дональд Трамп выходит в очередной раз в финал вот собрал 46 миллионов он уже на предвыборную кампанию за четвертый квартал девятадцатого года привлечь средства помог импичмент видите нет худо без добра есть такая поговорка поэтому объявляют импичмент все в страхе ужасе и слезах боятся потерять любимого президента и совершенно небезвозмездно продолжают собственно его президентство за счет внесения этих самых средств как вообще этот сбор средств выглядит в США тут да интересно многие жители просто они участники либо демократической либо республиканской партии и вам могут приходить письма счастья да о том что помогите там-то и там-то и это касается не только выборов президента там выборов в местный парламент выборов какого-нибудь мэра города местного если ты участник этой партии то тебе постоянно приходят какие-то новостные штуки и соответственно во-первых ты платишь членские взносы в партии если ты состоишь во-вторых вот ты можешь посылать деньги на какие-то определенные вещи и самое интересное я вот сейчас я только сейчас это в голову пришло я к сожалению не нашел хейтеры Трампа создали сайт типа ты можешь на карте увидеть кто посылал Трампу ну донейшн пожертвование на его предвыборную кампанию типа если у вас в соседях вот поклонник Трампа идите ну хейтите его вот в таком виде то есть это ну конечно утечка информации во-первых очень неприятная во-вторых ну блин зачем то есть это какая-то охота на ведьм опять очередная начинается вот знаете как ну ты можешь третий путь посылать Трампу теплые вещи то есть ты можешь организовать то есть непонятно это вот как к этому относиться да плохо или хорошо когда миллионы людей будут посылать ему теплые вещи варенье носки то есть на бедность понимаешь с одной стороны вроде как бы это хорошо с другой стороны ты представляешь со всех концов Соединенных Штатов Америки Трампу будут приходить куртки там поношенные брюки и так далее поэтому он сможет в доме организация конхенд вот опять же это экология они будут за свои деньги эти вещи потом были утилизировать или кстати тоже вариант отдавать в бедные страны какие-то то есть вот это движение вещи для Трампа понимаешь вот оно такое очень нейтральное но в то же время будет выражать отношение к политике реальное то что не надо отсылаем политикам вот ненужных политиков всех тоже да которые мешают жить стоп да да ну и уже собрано 102 миллиона для Трампа то есть вот то что мы говорили это за первый за последний то есть вот перед Новым годом что было собрано во время импичмента а так вообще уже собрано 102 миллиона на перевыборы Трампа и это больше даже чем собрал когда-то Барак Обама на свою перевыборную кампанию по электричкам назбирали американские пустили видишь подайте в ресторане в общем-то до Трампа кстати следующее вот я только упомянул как раз следующая новость третьей по численности христианской церкви США произошел раскол традиционалисты отказываются признавать однополые браки во-первых что это за церковь это методистская церковь это протестантская церковь которая появилась вообще в Англии напоминаю вам в Оксфорде идея была этой церкви следующая это скромность скромный образ жизни и помощь самым беднейшим слоям основатели этой церкви проповедовали в очень бедных кварталах для рабочих плюс интересно что они проповедовали не в храмах был там такой если не ошибаюсь в фамилии Гринфилд это один из основателей церкви всегда он меня привлекал тем что он выступал на свежем воздухе у него были очень хорошие ораторские способности он выходил и обращался к людям говорил о боге говорил о образе жизни и вообще очень в общем-то выступал с невероятным запалом чем привлекал к себе широкие массы народа населения английского англиканская церковь не приняла это направление поэтому очень много методистов со временем эмигрировал в Соединенные Штаты Америки где в общем-то появилась очень большая методистская община они проповедуют скромный образ жизни конечно же в общем-то следование евангелия евангельским таким принципам и не обязательно в их в общем-то церкви наличие священника можно исповедоваться друг другу кстати любители литературы юмористической помнят фигуру отца Федора который на хребте сошел с ума и обращался к птицам это 12 стульев и Петров он обращался к птицам покайтесь в своих грехах публично он там пишут или Петров вдруг стал обращаться как протестантам на самом деле это тоже методистский вот этот принцип поэтому советским людям был известен этот принцип методистам как ни странно по эмористическому произведению я отмечу что в Америке вообще очень много этих ну США в основном протестантская страна хотя тут и много католиков и протестанты это не значит что вот одна протестантская церковь кроме методистов есть еще и пятидесятники и адвентисты седьмого дня и конечно свидетели мы не будем это десятки все люди которым запрещали молиться в Европе эмигрировали в США это сотни различных направлений это отдельная история их очень много все как хотите так и то есть никакого запрета на религии нету как хотите так и молитесь и по поводу вот этой новости что раскол в методистской церкви по поводу признания однополых браков и возведения представителей ЛГБТ в священнический сан здесь вот едешь например и конкретно на церкви может висеть радужный флаг и написано мы у себя в церкви приветствуем всех но я хотел сказать по этому поводу что все таки извините христианство если ты следуешь христианству то по моему все таки геев и лесбиянок в церкви нельзя приветствовать потому что об этом конкретно написано в библии то есть в библии написано в новом завете нет ничего Иисус Христос ничего не говорил о сексуальной ориентации Иисус Христос говорил любите друг друга да в старом завете да но старый завет это еврейское вот пусть евреи и разбираются собственно с геями и лесбиянками в новом завете Иисус предлагал любить и принимать людей такими какими они есть но это опять же Влад это только в Евангелии Марка ну вот этих четырех главных Евангелия есть там всякие послания к коринфянам апостола Павла и прочего там есть уточнение по поводу однополого я уже уточнил в общем-то апостол Павел вообще много людей знают старый завет вот спросить провести среди христиан сделать специальный тест да христиане немного вообще я думаю что они и в Англии не особо знают они вообще мало читают старый завет скажу честно а в новом завете об этом не сказано поэтому на мой взгляд особенность уникальность христианской церкви что если человек хочет покаяться во-первых каждый из нас в итоге будет нести ответственность самостоятельно после своей смерти за содеянное за то что он сделал и так далее а все остальное это личная жизнь человека если человек хочет покаяться если он не делает плохого другому он не прелюбодействует он не убивает не крадет и в американском варианте Леша специально для тебя платят дологи тогда его могут принимать церковь но тут вопрос видишь главный вопрос христианской церкви является ли гейство и лесбиянство грехом вот в чем дело это не главный вопрос христианства не главный вопрос конечно да это вопрос который волнует вот этих методистов среди которых есть консерваторы или есть это тоже католицитно я католик я допустим против целибата потому что каждый человек если он хочет иметь детей иметь семью он может это сделать если он не хочет он может быть монахом здесь крайне это не мешает служить богу есть женщины которые священниками являются и это тоже нормально потому что вы знаете что после Христа смерти многие женщины проповедовали эту религию сделали много невероятно для популяризации христиан и это способ вообще продления и распространения христианства это большая открытость и об этом собственно говорит и пытается насколько это возможно сделать в рамках системы допустим новый папа римский потому что большинство населения земли это бедные люди которые страдают массы вещей связанных с жизнью в цивилизованном мире и им крайне важно иметь какую-то духовную опору кстати когда меня выгодят Леша я приеду в Нью-Йорк организую свою церковь по поводу ну кстати я думаю я думаю у тебя это неплохо получится и она будет доброй и я вступлю тогда в нее договорились будешь первым апологетом по поводу духовной опоры по поводу духовной опоры одна из таких духовных опор в Беларуси Николай Гастелло герой второй мировой войны который по официальной как это историографии лучше так скажем совершил подвиг врезался на горячем самолете в колонну фашистской техники которая шла из Молодечно в Минск так как я жил в Заславле долгое время я постоянно проезжали этот монумент установленный на месте подвига Гастелло это недалеко ну точнее как он в Радашковичах конкретно в Радашковичах кто знает и вот вышла статья правда я честно говоря давно уже об этом читаю что Николай Гастелло не мог совершить такого подвига никак в принципе тут знаете такой вопрос ну во-первых уже давно доказано что не было никаких героев панфиловцев что это тоже созданная легенда войны тоже можете поспорить в комментариях тут вопрос в том что а стоит ли развенчивать вообще эти например мифы вот эти о подвигах ну предположим Николай Гастелло не врезался в эту колонну и ну человек же воевал он погиб главное он отдал жизнь он погиб для меня вот это является крайне важным вот так же как извините за параллельный и очень некорректный пример когда спорят был ли Иисус Христос женат или нет да вот мне вот совершенно это были у него дети нет мне вот это мне мою веру это не совершенно никак не подкашивает и не уничтожает потому что я верю в те моральные принципы революционные принципы отношения к человеку который нес простой плотник из Назарета я не верю в систему которая называется церковью я верю в конкретного личности в те его принципы которые он нес так и здесь та же история человек или люди пожертвовали своей жизнью они погибли при каких обстоятельствах это произошло это отдельный разговор советской системы история занималась и занимается мифотворчеством я это еще узнал когда был школьником я решил взять необычное название отряда не какое предлагалось там Марата Козея а взял совершенно редкого пионера-героя но он его подвиг был описан в книжках вот это Гриша Подобедов и я нашел ветеранов людей которые были в партизанском отряде и они полностью развенчали ту историю о том как он погиб другое дело что он был ребенком 15-летним подростком или 14-летним по-моему точно не помню который погиб во время войны он попал в засаду его застрели полицая он погиб в бою да он там не уничтожил десятков фашистов и не вел бой там на протяжении долгого времени как написано в книге и вообще это совершенно другая история зачем его вообще отправили поехал там за продуктами еще кое за чем это отдельный разговор но главный факт что ребенок гибнет во время войны это прискорбный факт потому что насильчане бывшие убивают своих же бывших товарищей или тех людей там не знаю соседей по сути а вот это плохо тут можно сказать что типа почему почему вот этих сделали героев погибало же много других людей вы думаете те кто погибли и не стали героями в будущем им какое-то дело до этого есть вообще в принципе это собирательный образ давайте к этому относиться как к собирательному образу людей которые жили во время войны и это надо то есть ты вот смотришь на это и думаешь я хочу в горящем самолете пытаться врезаться в колонну кого бы то ни было который идет по моей земле да ну нафиг зачем мне это надо я не хочу вот этого всего да нет это секунды это очень краткое время это не то что вот ты летишь и рассуждаешь философски вы знаете вот хотелось бы найти колонну да вот сейчас я совершу подвиг и спустя это секунды это как это просто ну совершенно понятно что это невероятная трагедия и здесь этим людям просто надо ты правильно очень сказал очень хороший образ собирательный образ просто уважение к погибшим вот и все ну давайте чуть более положительная положительная новость трех пенсионерок в Челябинской области будут судить за производство водки хотя уже казалось бы да но на производстве водки на закрытом заводе продукцию которого пробовал еще Николай II что произошло завод был законсервирован по-моему в 2016 году что ли бабули каким-то образом туда пробрались расконсервировали его нанимали персонал туда чтобы он работал и собственно не гнали а производили водку не гнали они производили водку это не паленочка это конкретно водка вот на этом заводе с ноября 2017 года по марту 2018 они произвели для последующего сбыта более 40 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции под видом под видом водки что значит под видом водки это в новости так написано водка да вот да общей стоимостью более 7 миллионов рублей причинив право обладателю ущерб в сумме около 540 тысяч рублей ну конечно много вопросов вы же понимаете что нельзя просто прийти на завод и начать вам надо логистическую цепочку создать то есть получать тару распространять по магазинам вам надо нанять работников действительно и это еще все это в течение 4 месяцев и что завод никто не проверял что он законсервированный там стоит никакого сторожа там то есть вообще я не понимаю что происходит конечно конечно понятно что это хищение потому что вы используете чужое чужое вы можете производство да но три пенсионерки вместо того чтобы гнать самогоны себя дома нашли завод такой Ильинична там там завод без хозды стоит пойдем пойдем водку поделаем такой хорошо Кузьминишна и пошли делать я просто ну как это вообще происходит я вам мне кажется так смотри многие президенты премьер-министры когда приходили к власти мы запустим заводы вот пенсионерки ждали пока их запустят но смотри заводы не запустили вот поэтому пенсионеры не дождались и пошли и запустили заводы сами понимаешь а ты представляешь в США если вот в Детройт пенсионеры направят и запустят детройтские заводы машины производят да и вдруг приедут а там незаконно на детройтских заводах производят машины причем знаешь такие модели 50-х 60-х годов такие ретро вот и все это незаконно обратите внимание что это запустили пенсионеры то есть это своего рода эти пенсионерки это новое движение запустим заводы заново сделаем заводы великими понимаешь это все трамповщина это все это очень интересно поэтому за таких пенсионеров только можно выпить понимаешь потому что они запустят в итоге все заводы просто по-моему как те самые правообладатели вместо того чтобы ну как мне кажется с моим нахождением опять же в США вместо того чтобы пенсионерок судить надо было к ним прийти и сказать ну вообще-то это наше да все оборудование давайте так у вас тут что-то вот работает вы себе оставляете такой-то процент с этого и продолжаете работать дальше то есть как завод был закрыт из-за нерентабельности пришли люди которые на нем зарабатывают что-то делаем его рентабельным да ну это конечно там можно посмотреть рентабельно или нет почему не договориться почему не блин ну видно видно не договорились видимо испугались пенсионерки доехали до вообще власти до вообще государственной власти до каких-то других владельцев они испугались так закончилось да следующая кстати у нас тоже посвящена пьянство новость или каким-то похожим событием это прямой эфир белорусской журналисты как работник радио телевидения скажу что неоднократно я и другие мои товарищи совершенно честно выходили в эфир в нетрезвом состоянии это совершенно нормально кто работал на телевидении радио другое дело всегда надо знать норму но норма иногда особенно под праздники она может скрываться да то есть человек может с этой нормой соскальнивать главное не в том это ни для кого не новость что есть люди которые в эфире могут не напиваться но выпивать перед эфиром но тут важный момент следующий что она говорила в это время о здоровом образе жизни она очень классно горные горные лыжи говно лыжи назвала извини я тебя перебью я просто скажу что вот сейчас вы видите это тот самый репортаж из ТВ я его включаю без звука но есть запинание да вы можете найти просто этот репортаж посмотреть как она рассказывала о новости но я тут хочу все-таки поспорить со Стефанычем мне что-то не кажется что она была пьяной у меня ощущение что ей просто вот нехорошо в тот момент и это может быть это может быть да это волнение от выхода в эфир это ну вполне может она и выпивала перед новым годом то есть это тоже влияет интоксикация организма то есть сейчас она уже не пьяная но проблемы с меня больше в этой новости интересует что как народ на это дело накинулся то есть вот нету больше никаких проблем журналистка пьяная вышла в эфир какая все-таки вот проблема в стране в Беларуси как так можно было сделать да господи 1 января даже если предположить что она пьяная ну имейте какое-то сострадание что ли человеку приходится работать далее просто с юбором но тут еще момент да понятно что обратите внимание что это было о забеге трезвости да там в ее кстати репортаже появляется спортсмен совершенно трезвый которому нравится там забег возьмите этого спортсмена пусть он расскажет вообще о здоровом образе жизни зачем перед новым годом заставлять человека делать какие-то непонятные никому не нужные репортажи совершенно такие заорганизованные несущие действительно какого-то информационного зерна которые только обозначены какой-то там желанием прогнуться перед политикой здорового образа жизни и так далее зачем это надо вот нашли бы человека который пусть непрофессионально но честно рассказал что ему не нравится пить и вот он ведет такой здоровый образ жизни зачем заставлять вот это вот вся заорганизованность вот этот весь официоз он настолько из этого репортажа прет и насколько видно что ни зрителям ни самому журналисту нафиг это не надо извините делайте то что людям интересно такие репортажи которые бы хотелось посмотреть и дело не в этой несчастной девочке которая там может выпила или не выпила это не в этом дело дело в том что вообще в контенте ты правильно очень сказал в реакции вообще публики конечно это ну ладно бог с ней с этой девочкой пускай я считаю что хотелось ну это конечно профессионально если она действительно была пьяной пускай и штраф там какой-то дадут но это настолько понятно и когда ты пьяный сидишь перед телевизором и я понимаю что ты не на работе но тем не менее как-то осуждаешь человек который тоже 1 января работает это странно вообще знаешь мне кажется что 1 января по телевизорам не должно быть никаких ни новостей ни прочего мне кажется как это должно быть просто прямое включение со стола праздничного чтобы показывали там мандаринку из под стола из под стола да подстольные беседы да это было бы вот это было бы рейтинг невероятную программу подстольные беседы в новый год люди бы с под столами лежали и общались на разные темы вообще может быть это по крайней мере было честно и откровенно сказали бы что они думают о здоровом образе жизни кому нравится здоровый образ жизни они бы сказали как они его любят а кому его навязывают на протяжении года в общем-то тоже как-то прокомментировали под стола вот собственно ну вот так как у нас ой тут уже что-то другое пошло так как у нас в общем-то наш подкаст про разные темы мы уже переходим к новостям культуры и в этом году ой опять у меня бабушки с не в этом году на этой неделе я переключу пока сейчас на этой неделе исполнилось 100 лет со дня рождения Айзека Азимова одного из величайших фантастов писателей писателей даже что такое фантаст писатели которые по моему мнению в общем-то и создал современную фантастическую литературу потому что практически все писатели конечно там были и современники ему но все современные писатели выросли из штанов Айзека Азимова и многие визионерства которые вот он в его произведениях было оно и сейчас ощущается у меня конечно любимое его вообще у него все он к концу жизни все свои романы связал в единую вселенную они как бы друг из друга вытекают но тем не менее у меня все равно любимая трилогия пожалуй я скажу это основание по-разному оно переводится основание академия foundation по-английски называется это про психоисторию человечества то есть что можно предсказать действия человечества если брать большие много большие группы людей то есть вот можно предсказывать как будут действовать в той или иной мере человечества и на этом там правда еще введена немножко этой телепатии такого когда ты можешь возить но это это уже фантастика дополнительная в принципе развитие истории нашей планеты показывает что действительно так тем более что Азимов вдохновлялся и боже я забыл название про римскую империю все вылетело из головы ладно вдохновлялся многими историками прошлого создавая свои фантастические книги и дилина то что делается у нас на планете это какие-то такие вот спирали истории в некотором смысле ты что-нибудь читал Азимова да я читал я робот и читал конечно же академию тут вопрос в чем что я вдруг подумал что можно сказать когда такая дата но помимо того что родился в Смоленской области тогда в Смоленской области часть там очень много белорусов этнических проживает и то что территория бывшего Советского Союза это еще раз говорит о том что возможно если бы было меньше иммиграции с этой территории оттока людей то невероятным образом бы это сказалось и на истории на развитии территорий постсоветских и вообще на развитии общества еще кроме этого он был профессором да и он закончил университет бостонский и он был высоко культурным и высоко грамотным человеком а вот сейчас многие к сожалению писатели авторы они среди них очень много мало много мало образованных людей у которых очень даже эрудиция весьма скудная отсюда отсюда низкое качество произведений вот ведь смотрите он проявил себя и в науке да азимов он проявил себя и как писатель это очень важный момент что он смог обрести свою самость реализовать себя и в науке и в литературе и при этом он был высококультурным человеком вот в его персоне меня всегда вот этот факт очень всегда радовал да и невероятно инспирировал положительным образом дальше пойдем ну скажем так если вы вдруг пропустили айзика азимова то конечно мы рекомендуем что угодно почитать это не комиксы безусловно это не сверх не развлекательная литература но она очень интересно написана и советуем и сейчас это все все равно свежо читается я рекомендую начинать с академии с фаундейшн ну еще есть такая легенда что мол Усама бен Ладен назвал свою организацию аль-каида вот начитавшись азимова потому что аль-каида в переводе с арабского тот самый фаундейшн интересно но это это легенда вроде как может и подтверждено это но в принципе а почему нет потому что Усама бен Ладен вот этими своими терактами которые он производил он пытался изменить человечество в общем-то типа ну да со своей позиции со своей позиции ну как блин и этот 18-летний верходвинский чувак то есть есть люди к сожалению в мире которые считают что насилием можно то есть у них не получается обычными методами дипломатии значит они начинают насилие они пытаются страхом и паникой менять мир вот к сожалению такое происходит это надо понимать и быть к этому готовым что ли кассовые сборы российских фильмов в 2019 году оказались на полтора миллиарда рублей ниже чем годом ранее ну что тут сказать российский кинематограф наверное встает с колен но американских фильмов в этом году очень популярных вышло действительно много я не могу сказать по этой новости можно решить что мол проблемы что российское кино плохое может быть оно и плохое я кстати не могу судить я могу сказать что оно хорошее нормальное просто появилось много возможностей конечно смотреть используя интернет здесь насколько я понимаю учтены в общем-то сборы в кинотеатрах вот плюс реклама реклама сейчас делается через интернет различными способами и здесь безусловно выиграют американские фильмы у которых более продуманная рекламная политика у американского кинематографа я считаю здесь весь рыбак конечно контролируется в большей степени американскими корпорациями поэтому безусловно американские различные блокбастеры будут выигрывать больше и больше я не совсем соглашусь потому что мне кажется что современный поход в кинотеатр именно в кинотеатр это больше не на сценарий и актерскую игру поход а на аудиовизуальное развлечение аудиовизуальное то есть когда там звук вокруг яркая картинка а то что ты сказал смотреть дома то есть со стриминговых сервисов всяких это вот про сценарий и про актерскую игру пока российские фильмы не дотягивают до аудиовизуала то есть это не то попкорновое развлечение которое хочется человеку посмотреть придявки то есть то что ты не можешь получить дома то есть зачем мне идти там условно говоря на какую-то иронию судьбы в кинотеатр ну это я так для примера говорю ну к примеру да потому что он и на тем более что сейчас экраны телевизоров большие уже продаются то есть 65 дюймов купить вообще не проблема а это практически как ну не экран кинотеатра когда ты сидишь от него на расстоянии 3 метра он все твое поле зрения занимает и зачем идти в кинотеатр на фильм который тебе не даст развлекухи какой ты хочешь поэтому российским фильмам надо действительно вот сейчас вышел у Бондарчука новый какой-то фильм его фантастический и там отзывы что действительно вот по качеству картинка выглядит очень 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 неплохо вот на него народ видимо и пойдет в кинотеатр а так голливудские фильмы диснеевские например аж 8 фильмов если я ничего не путаю заработали больше миллиарда долларов больше миллиарда долларов один фильм заработал фильм миллиард долларов а их несколько ну а Альбертович дело же тут в том что система работает чем больше вкладываешь чем больше опыта у людей по распространению по всему миру он же не заработал миллиард только в США то есть это рынок это рыночные отношения это бизнес вот и все этим все сказано на мой взгляд то есть дело уже тут не в сценарии или в эффектах тут дело в умении раскручивать ту или иную продукцию вот и все потому что бездай намерен нарвался на какой-то совершенно чудесный фантастический индийский фильм с невероятными эффектами но с совершенно странным каким-то сценарием необычным который напоминает какие-то индуистские легенды и так далее он весьма необычен странно из-за странной вычердности собственно содержания но вполне себе ничего плюс вот это отсутствие каких-то таких вот сцен которые могут хрустировать скажем публику в странах востока да то есть все очень целомудренно красиво и так далее но если бы он имел такую рекламную голливудскую поддержку то я уверен допустим таких лент было бы больше зрителей да это рынок это борьба за рынок и в принципе многие российские особенно мультипликационные фильмы мне нравятся невероятно я считаю это продвижение вперед и возможно появятся те люди которые все-таки предложат более интересные сценарии тут еще момент истории истории к сожалению не всегда интересны но это вопрос следующего года в следующем году увидим как будет обстоять дело да очень мне очень хочется чтобы российский кинематограф не умирал конечно же потому что это другой взгляд на мир как и европейский кинематограф как и азиатский вот азиатский сейчас на подъеме корейские фильмы там получают золотые пальмовые ветви я вот в этом году паразиты корейский фильм ты не смотрел случайно нет нет лишь с тобой не обсудить очень очень потому что по названию я ожидал немножко другого но это действительно приятное кино там и драма и комедия и в общем-то жизнь хотя это снято про корею но очень похоже во многом на то что во всем мире происходит и разные взгляды на нашу с вами жизнь это хорошо потому что голливуд голливуд это в первую очередь развлечение там никто не будет во многом поднимать серьезные проблемы хотя Джокер с Хоакином Фениксом показал что это можно делать и в комиксах с другой стороны тоже было такое мнение а если бы Джокер был снят вот вся та же самая история только убрать Джокера потому что это можно показать и просто без внедрения в комикс получил ли вы бы этот фильм такую популярность тоже можно судить ладно будем заканчивать постепенно наш подкаст последняя новость хотя мне кажется я тут не ту ссылку кинул и Влад видимо не очень понимает к чему это была ссылка омский к чему эта ссылка была вообще зачем ты за мной перепутал видео в общем омский хор перепел песню из Ведьмака из сериала Ведьмака Netflix Ведьмаку заплатите чеканной монетой я Владу чуть позже кину ссылку он видимо не смотрел ее нет песня вдохновляет очень многих людей сериал получился неплохой это мы еще в прошлом в прошлой выпуске об этом говорили сейчас очень много по ютюбу идет перепевок этих песен на разных языках потому что сериал был локализован песня конечно в мозгу заседает только в путь единственное я хотел обсудить что в переводе идет Ведьмаку заплатите чеканной монетой а в английской версии было toss a coin to your witcher то есть бросьте монету Ведьмаку ну как бы toss это даже ну вот как бы знаете там киньте киньте монету вот как-то так и никакого упоминания чеканной монеты не было и в российском интернете естественно пошел срач о том что вот вы смотрите в переводе зачем это делать надо обязательно в оригинале смотреть как вам хочется так и смотрите еще раз повторяю этот тезис и в общем-то под вот омский хор будем заканчивать потихоньку наш выпуск опять мы на 3 недели на полтора часа хотя мы постоянно хотим это делать в течении часа но мы будем стараться сдерживаться да все более динамично что ли делать и так далее и так еще раз напоминаю в среду это какое число вообще ребята у нас среда восьмое восьмого января вечером приходите на прямой эфир во сколько мы начнем в семь вечера да во сколько да давай в семь вечера по московскому минскому времени приходите на прямой эфир мы с вами посмотрим что происходило в 2019 году обсудим все это дело с вами надеюсь в чате будет прямой эфир это все-таки лучше ну как мне кажется это более интерактивно чем делать записи в комментариях прошу вас опять написать ваши впечатления о том что вы слышали видели что нам стоит поправить чего поменьше чего побольше ждем ваших отзывов и кстати хочу раз уж такое дело я совсем забыл я хотел поблагодарить тех людей которые написали большие отзывы большие комментарии к первому нашему выпуску вы нам действительно помогли тем что вы развернуто ответили а именно маг артур даркнесс инсайт магист лойл и ну а и максим шарков спасибо что что писали действительно было интересно огромное спасибо хорошего вам дня вечера и вообще главное настроение в будущем году здоровья счастья вам и вашим семьям всего хорошего пока всем пока до среды до сих пор